Деланное руками ребёнка, такой подарок решили преподнести волонтёрым и вместе пенсионерам-блокадникам. 20 экипажей и 30 волонтёров в течение дня развозят подарки. Мы хотели бы просто выразить славу признательности нашим дежегородцам-блокадникам. Это пример проявления человеческого духа, стойкости человеческого духа, через испытания, которые они прошли. Потому что вот эти люди, их очень мало осталось, они все уже в таком хорошем пенсионном возрасте. Они очень рады, что мы к ним приезжаем, рассказывают, делятся с нами какими-то моментами своей жизни. И хотят донести до нас, чтобы мы не забывали эти страшные годы. Минакову Нелли Александровну застать дома не удалось. Она в администрации. Принимает поздравления там. Мы волонтёры движения «Мы вместе», активисты Российского народного фронта. Хотим пожелать вам крепкого здоровья. Сегодня день снятия блокады Ленинграда. И вы для нас на самом деле пример такой стойкости человеческого духа. Всё вам самое лучшее. Спасибо вам. Праздником вас. Спасибо вам за заботу. Мама – единственный родственник. Умерла от голода. Её трёхлетнюю вывезли из блокадного Ленинграда и распределили в детдом в Горьковскую область. Мы как мощи были. Нас на руках-то поднимали, как пушинок перекидывали. Матросы передавали друг другу. Довезли по Ладоге. Довезли. Начали с севера Нижегородской области Горьковской. А вот Комарова Зоя Матвеевна, которую тоже поздравили волонтёры, запомнила слишком много страшных сцен из тех времён. Столько было умерших на улице. Я всё это видела. Не только там одного, два, три увидишь, а видела такие стопы. Когда вот самый голод начался. Январь, февраль. Это было ужасно. Ей было 15 лет, когда началась война. Самой страшной и голодной 41-й она прожила в блокадном Ленинграде. Они выжили. Подвиг блокадников навсегда останется в нашей памяти. Юлия Калинина, Валерий Шакуров. Время новостей. Юлия Калинина, Валерий Шакуров.